недоброе утро теперь с уверенностью можно сказать что дотянул выпал снег легендарная профилактика полного привода до сих пор не сделано все дальше отступать некуда придется похоже ковыряться в мороз чтобы не ковыряться в лютый мороз посмотрим что там с этим полным приводом работы конечно много но надо определиться уже то можно так попасть что мало не покажется и так начинаю первое что меня ждало это снятие защиты снять ее несложно особенно гайковертом поставить будет потом опять морока теперь появляется доступ к машине после снятия колеса и видно куда нам придется лезть вернее видно что лезть туда далеко больно вот эта пластиковая защита от пыли грязи держится на четырех болтах им шесть раз два три они доступны из-под колеса и вот этот 4 он доступен вот так отсюда удобно ничего не надо там отгибать длинным ключиком просто откручивается приятная инженерия все для людей теперь появляется хоть какой-то доступ сюда увидеть крепление промвала не могу точно сказать как делают в сервисах но я пойду вот по такому пути откручиваю ступичную гайку для этого нужен ключ на 32 пометил и он на всякий случай буду вытаскивать шрус но для этого еще надо будет открутить стойку вот эти два нижних болта болты я всегда торчащую резьбу чищу щеточкой чтобы не оставалось грязи чтобы их не подкусывала когда откручиваешь из-за того что там частички песка попадают ну и смазываю конечно либо в дэшка либо обычным маслом перед началом снятия шруса надо освободить вот это крепление шнурика датчика bs и вот это крепление тоже под ключ на 10 и немножко дать волю тормозной трубки это открутить этот крепление под ключ на 12 дальше поворачиваем руль вправо и вытаскиваем привод внешнюю гранату аккуратно при этом при всех этих манипуляциях чтобы внутренняя граната не вышла из зацепления и и потом будем вытаскивать еще рано дергаться после снятия вот этого защитного кожуха вот болтики под ключ на 12 появляется доступ вот сюда к внутренней гранате правого колеса ее мы поддеваем маленькой монтировочкой вот сюда аккуратно вот это не трогайте не знаю я не знаю для меня еще кто-то лазил здесь здесь под замяли немножко вот монтировкой поддеваем и просто отщелкиваем так а там на валу просто вот стопорное кольцо вот она с него щелкиваете и вытаскивается полностью только вытаскивается за эту обойму они завал то может там шарики увидеть так следующим на выход идет промвал три болта вот они так были на сколько там у нас на 14 поставках три болта выкручены здесь еще есть пазики вот так стоят упора то есть надо сначала так провернуть и снять с этих поров и после чего выдернуть выдернуть выбить будет вот такой вид вот портал через раздатку открывается это фактически сквозное отверстие через которые правый привод сообщается с коробкой передач на прямую раздатку сразу можно видеть что вот это место грязное надо полирнуть шлицы без смазки целенькие шлицы которые передают крутящий момент на заднюю ось находится он там в глубине там видно на данный момент шлицы на правый шрус на промвал а те которые на заднюю ось передает крутящий момент то есть с коробки на раздатку они по внешнему диаметру этих шлицов но там все у меня сухо на на радость мне на горе вам поэтому туда не полезу никакой ржавчины нету все похоже зависит от вот этого сальника который здесь герметизирует со стороны колеса вот это внешне сейчас видно наружный сальник который герметизирует раздатку еще есть внутри который герметизирует промвал ну и видимо от его состояние зависит сколько дерьмо туда попадает у меня был хороший но так еще есть там он резиночка с где шлицы там кругленькая тоненькое колечко но похоже там тоже все нормально потому что никакой ржавчины вообще в помине нет немножко смазки а подвох здесь скорее всего вот в чем этот сальник который герметизирует промвал он работает на сухую у меня здесь вот была смазка консистентная какая-то видимо это продлило и сальнику жизнь сухой он долго работать не будет ему хотя бы какой-нибудь смазочки бы надо вот поэтому все хингаи болеют тем что этот сальник теряет герметичности грязь попадает на туда вот шлицевые соединения и все это накрывается и так кстати о бензинке помните кто-то там на форуме спрашивал видите как проходит глушитель частично снять раздатку чтобы там все смазать не получится придется снимать часть глушителя почему я туда не лезу потому что вот крепеж глушителя надо менять он снятия не переживет а это уже совсем другая история и крепежа в наличии к сожалению нету так что если кто-то хочет прям очень очень хочет туда залезть сразу обзаведитесь крепежом глушителя так в то место где находится злополучные шлицы я заложил смазки побольше консистентной и залил грамм 5-10 трансмиссионных гипоидного масла дай бог просочится как-нибудь станет лучше не грустит панацея конечно но должно немножко помочь здесь новый сальник и за сальник заложена тоже консистентная смазка чтобы хоть как-то смазывать соединение сальника с промывалом